здравствуйте друзья вопрос с утра ну давайте посмотрим сначала хотел бы задать вопрос как вступление как вы смотрите на онлайн обучение в вузах сша а именно программы бакалавра они вообще котируются слова котируется меч на или какая есть возможность получить хорошее образование параллельно с работой хорошие вот важно ключевое слово хорошие мне 25 лет живу в россии учился на экономическом не закончил вуз очень хочу развиваться в сфере мобильной разработки хочу в дальнейшем уехать жить работать в сша практически мечта детства а чё же сразу на экономический то шел так но глупый наивный был в более молодого возрасте когда было много свободного времени я его потратил на гулянки это не так плохо кстати теперь жалею о чем только голова думала не берите в голову надеялся что все успею и так и успеете чего наверное отчасти потому что находился в таком окружении которое не думала о будущем хотя это и не оправдание я о будущем думал постоянно пробовал найти себя в разных сферах но методом проб и ошибок путем самоанализа понял что хочу работать войти сфере начать с программиста мобильных предложений а далее развиваться в этом направлении есть мечта руководить проектами создавать что-то интересное и полезное мне нравится мечта вполне реализуемо все хорошо сейчас думаю о том чтобы получить высшее образование войти сфере так как с ним мне кажется больше вариантов и шансов иммиграции это правда хочу получать его параллельно с работой тоже хорошо но в россии в нормальных технических вузах нет заочной формы или очно заочные по данным специальностям по крайней мере в государственных вузах а абы какого образования не хотелось бы получать как вы смотрите на онлайн обучение в вузах сша а именно программы бакалавра они вообще котируется то есть как-то повторился вопрос или какая есть возможность получить хорошее образование параллельно с работой спасибо огромное заранее за ответ хороший вопрос правда давайте я буду на ходу соображать у нас вот видите солнышко такое и кажется что лето холодина но по местным понятиям конечно холодина ночью вот до нуля опускалась прохладненько вот я даже в бушлатике таком значит да к вопросу значит все таки мы сначала смотрим какая у нас цель а потом мы к этой цели начинаем ставить задачи и и как их решать значит цель у него перейти в айти технологии и возможно значит оказаться в соединенных штатах ну то есть он как такой прямой цели такой долгосрочный там нет но ну как бы как возможность да значит все таки основная задача нас перейти в этих технологий при этом иммиграционная составляющая присутствует то есть не то чтобы нам вообще пофигу она все-таки есть и в этом смысле вопрос образования действительно имеет более важную такой играет более важную роль чем если бы он просто хотел быть войти вот мы вчера беседовали с максимом который из минска приехал он у него юридическое образование и он вот уже шесть лет работает в тестировании в минске и сейчас приехал по визе или один там на проект его ipam прислал сюда понимаете но если ты по визе или один тебе вот пожалуйста можно и с юридическим вот а если ты хочешь например если ты не в память или там не такой компании то под рабочую визу тебе вы надо высшее формальное образование войти то есть это неплохо план у молодого человека хороший то есть он говорит я хочу быть начать там с там разработки мобильных приложений там android приложить замечательно и для этого ему не нужно сначала получить образование а потом искать работу в там когда ему 30 лет будет и он это понимает и он говорит я бы хотел параллельно работать и учиться шикарно то есть абсолютно все у него в этом смысле на месте но он на образованию предъявляет такие требования которые свойственны больше ребятам которые школу заканчивают вот не которым уже 25 а которые так скажем на 7 лет моложе на 8 они говорят а это котируется то есть он хочет чтобы это образование просто по факту того что он его в резюме написал чтобы она открывала ему двери какие-то дополнительные как такие двери которые не открывают образование не являющиеся котирующимся и нельзя сказать что такого образования нет я я не знаю там конкретно что в российской федерации значит служит в этом качестве но мер в сша есть такие конечно вы можете закончить стэнфорд-бергли гарвард ел так далее там массачусетский технологический колл колтек и так далее то есть есть такие места конечно но что-то я никогда не слыхал чтобы кто-то туда в 25 лет вот так просто так без всякого образования поступал обычно это там народ амбициозный из с молодых ногтей то есть конечно бывает все на свете как бы я я не сомневаюсь что если пойти по студенческим спискам но мы не можем это сделать найдется какой-то такой вариант похожий но но это не будет заочным образованием понимаете это будет все-таки ну совсем другой вариант я не знаю ни одного заочного образования которое бы ну или онлайн его тем более который бы открывала какие-то дверь у него совершенно другая функция поэтому мой совет такой оставить идею о престижном учебном заведении которая появившись своем резюме откроет дополнительные двери то есть этот этап своей жизни вы проехали если только через какое-то время вы не дорастете до такого состояния чтобы там вдруг поехать тот же стэнфорд или гарвард или там еще куда-то там на бизнес по бизнесу там получать или там еще что-то это кстати возможно вполне это вполне возможно но вот как первое образование как там для бакалавра или там даже дома для мастера вот я бы задачу отставил стороне она не является для вас существенной и я даже думаю что она не является в принципе реализуемой то есть скорее всего на место вот этой задачи встанет какой-то суррогат который задачи ты все равно не решит а силы время там на это потратится и в общем вам мое видение такое значит теперь хочется чему-то научиться в учебном заведении это правильно это это очень неплохо чтобы хотелось научиться но все-таки в основном человек учиться если он уже работает и работает по специальности в основном учиться на работе поэтому в вашей ситуации образование будет играть вспомогательную роль то есть львиную долю того что вы узнаете вы узнаете на работе и образование вам просто наверное поможет что-то сформулировать лучше как-то вот систематизировать и так далее она неплохо всегда то есть как бы человек когда учится и там задачки решает проекты делает книги читает и так далее это помогает ему лучше понять то что он на работе делает это готовит его к решению более сложных может быть задач вот то есть оно в целом полезно но все равно если образование такое онлайн его или там заочная все равно в основном вы учитесь сами дело не в том какой у вас там был профессор понимаете но какой бы ни был профессор или вы сами будете учиться и научить или вы сами не будете учиться и просто вам там троечку поставят в этом зачет какой то получите и в конце концов выдраните с каким-нибудь дипломом и диплом сам по себе для человека который хочет или скажем так не исключает возможности уехать в соединенные штаты там по рабочей виде для него диплом важен вот и дальше там начинается выбор профессии да что вот он хочет быть android девелопером и хотел бы найти какой-то там какой-то бакалавриат именно по android development это не это не бакалавриат это как бы такая узкая специализация человека который имеет или даже не имеет образование в компьютерном деле поэтому не ищите степень какую-то где напрямую написано что вы там будете учиться разрабатывать мобильные приложения ищите обычное учебное заведение где просто научат на computer science например я не знаю как по-русски там будет называться вот ну в той степени в другой степени может быть там есть пяток разных названий вы уж там с названиями разберетесь но вы хотите обычный computer science я так предполагаю что таких много учебных заведений вот так что мой мой совет такой что там еще насчет вот переживаний что он до 25 лет там что-то прыгал скакал и так ничего не сделал я бы вот что сказал существенно что в 25 лет к нему пришло осознание чего-то вот осознание того что нужно действия какой-то совершить и это очень здорово потому что я знаю людей которым 40 и они так и не поняли какое действие совершать а у него практически уже план на руках он так мелкие вопросики так задает но но у него нормальный действующий жизнеспособный план и и это дорогого стоит ну ну не все с 12 лет знают там кем они станут и как жизнь этом должна развиваться это и и 18 никто не знает так что вот мы вчера опять до максима его жена ирина вот мы вчера с ним беседовали значит ирина закончила педагогические по там дошкольному воспитанию а потом закончил экономически и я говорю а экономически туда вот я думаю ну хорошо первый раз ты получила профессию ты не хочешь по ней работать и ну да но но тебе тоже не дни не 17 лет тебе уже может быть 22 и и ты думаешь ну а дальше что да и начинают и друг бах экономический она экономистом то не работал на год для развития неплохо там и я согласен я я согласен но я просто говорю в таком успокоительном плане ему 25 но он уже знает чего он хочет он не учится сейчас на экономическом с тем чтобы потом сказать что ему для развития это хорошо и то есть на самом деле не не использовать никак и вынырнуть там потом как тридцатников тестировать понимаете все таки это это совсем не так плохо совсем не так плохо я вижу людей которые работают в но программисты там широко смысл ну вот особенно среди программистов я уж про тестировщиков совсем даже не говорю даже среди программистов есть масса людей которые не получали первое образование по компьютер сайенс или чему-то близкому а это могла быть биология это музыкантов полно вот это вот где-то по музыке ну и как бы прекрасный замечательный программист там и физики и математики и химики и кто угодно поэтому это нормально то есть ничего такого нет но уже нагулялся да тоже важно хотя так бы он учился учился а у него бы все время свербела мысль что он сверху да что свербила что он не нагулялся нормально нагулялся пошел делом заниматься нормально так что я приближаюсь к работе к офису хочу сказать что давайте мы молодому человеку пожелаем успехов раз и выразим значит уверенность то что у него все получится вот и таким завершающим стрижка штришком там тоже такая тема присутствовала я ее немножко обошел значит если он получит онлайн новое образование в каком-то американском университете и так далее она с одной стороны неплохо да потому что он будет учиться на английском и как минимум это даст ему там возможность подтянуть английский с одной стороны с другой стороны на будущее когда-нибудь там вот он когда будет искать работу в сша напишет что закончил американский университет что тоже неплохо то что он заканчивал его онлайн ему совершенно не обязательно там писать вот это 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 лишнее получил бакала пишет бакалавр такой-то год бакалавр там компьютер сайенс вот такой-то университет американский это неплохо это совсем даже неплохо это лучше чем если университет не был в сша но так в целом в целом немножко лучше конечно его будут брать не за это за то что у него есть опыт какой-то там программистки но это как бы будет снимать много вопросов там ну ну типа вот а как у него с английским например да ну понятно если он сша университет закончил там то то наверное с английским лучше чем если он закончил его еще где-то в праге вот и мысли как бы неплохая но опять зависит от того сколько это стоит день если это стоит там много тысяч долларов а я знаю что в общем то онлайн его программы в основном они не дешевые но не то что там забросовую какую-то цену они идут поэтому даже не знаю что сказать она не стоит больших денег то есть если есть какая-то программа и она там не знаю несколько тысяч баксов там и все удовольствие то вполне нормально вот а если стоит десятки тысяч долларов она она не оправдана вот я бы так сказал все теперь уже теперь уже точно все счастлива успехов и вот вы видите это солнышко и вам кажется что тепло а тут холодно вот я думаю что день градусов 5 тепла хотя он с голыми ногами люди ходят но это просто они так привыкли счастлива